Барселона Барселонской Баруси и Ювентусом напряженной борьбы не получилось. Команде Юргена Клопа было достаточно выиграть домашний матч со счетом 1-0, однако Шмили не сумели добиться нужного результата и более того уступили с разгромным счетом 3-0. По итогам двухматчевого противостояния Ювентус идет в четверть финал. Таким образом, в следующую стадию помимо Барселоны и Ювентуса также прошли Реал Мадрид, Атлетика Мадрид, Монако, Бавария, ПСЖ и Порту. Сирена Уильям стала первой полуфиналисткой объединенного турнира BNP Paribas Open в Индиан-Вэлсе. В четвертьфинальном матче первая ракетка мира одолела Артемий Бажинский со счетом 7-5-6-3. Следующей соперницей Сирены на пути к финалу станет Симона Халеб, занимающая третью позицию в рейтинге WTA. Ранее румынка в трех сетах переиграла испанку Карлу Суарес 5-7-6-1-6-1. Американский теннисист Уэйн Одесник дисквалифицирован на 15 лет. Причиной тому стало нарушение антидопинговых правил. Пробы, которые спортсмен сдал 14 и 17 декабря прошлого года, а также 12 января этого года, оказались положительными. В них был обнаружен метаболит метиналона. До этого Одесник был наказан в 2010 году за хранение гормонов роста. Срок дисквалификации бывшей 77-й ракетки мира истечет 30 января 2030 года, а результаты 29-летнего спортсмена на открытом чемпионате Австралии 2015 будут аннулированы. Команда НБА Майами Хит в своем первом сезоне без Леброна Джеймса показывает хороший результат. Вчера Хит на своем паркете обыграли лидеров западной конференции Портланд Трейл Блейзерс. Лидер команды Дуэйн Уэйд набрал в этом матче 32 очка и отдал 6 результативных передач. Хороший баскетбол также продемонстрировал Горан Драгич. 20 очков и 11 передач. В составе Портланда, точнее других, оказался Ламаркус Олдрич, на счету которого 34 очка и 12 подборов. Несмотря на все это, гости потерпели поражение, уступив 4 очка. Матч закончился со счетом 108-104 в пользу Майами. В заокеанской лиге НХЛ состоялась принципиальная дерби между Нью-Йорк Рейнджерс и Чикаго Блейк Хоукс. Зрелищный матч со множеством острых моментов закончился с минимальным счетом 0-1. Шайба чикагского нападающего Брэда Ричардса, забитая на 47-й минуте, стала единственной реализованной. Несмотря на это поражение, клуб из Нью-Йорка, в активе которого 95 очков, сохраняет лидерство на Востоке, а также в общей турнирной таблице регулярного чемпионата. В то же время Блейк Хоукс с 92 очками располагаются на четвертой строчке Запада.